Добрый день, дорогие друзья! Сегодня я вам хочу рассказать про микрорайон Космодемьянский, который находится в центральном районе. Когда-то он назывался поселок Космодемьянский и находился в Октябрьском районе. Вот он в виде треугольничка. Я хочу вам рассказать все плюсы и минусы этого микрорайона. Я думаю, вам эта информация будет полезна и интересна. Подписывайтесь! Один из плюсов поселка, что здесь много озер. Из них есть питьевые и для купания. У озера Пилавское оборудование полностью, работают спасатели и есть туалеты. Пилавское озеро расположено неподалеку от поворота поселка Космодемьянского, окруженной землей. Водоем используется как место для отдыха. Отдыхающих здесь много. Ставлю плюс среднему образованию. В микрорайоне имеется средняя общеобразовательная школа номер девиц и начальная общеобразовательная школа номер 53. Они не заполнены пока вроде, так что учиться можно, не выезжая из микрорайона. На улице Новгородской строится жилой комплекс «Новый город». Это семь девятиэтажных домов с разнообразными планировками и квадратурой квартир. Микрорайон за последние годы не узнать, он развивается. Строится много жилья и поэтому властям пришлось открыть дорогу, которая долгое время была закрыта. Ставлю плюс. В районе была всего одна дорога центральная – Карташово. Давно открыли еще одну. Теперь это улица Новгородская. ЖК «Холм весны», бывший Смольный парк. Расположение – улица Новгородская, улица Каблуково и улица Карташово. Сдача – второй квартал 2020 года. Немного по цене – 46 квадратов, миллион четыреста, пятьдесят четыре квадрата, миллион девятьсот. Чтобы я хотела бы сказать огромнейший плюс, я считаю, что микрорайон Космодемьянский практически находится в лесу. Везде очень много зелени и очень свежий воздух. Кротуары? Их просто нет. Самый западный район города остается преимущественно без тротуаров. Люди идут по дороге, нет ни тротуаров, ни сетей, ничего. У властей есть планы, но они пока не реализованы. Хочу отметить, что район развивается в лучшую сторону. Ремонтируют крыши, дворовые территории. Конечно, делать еще много и много, но процесс идет. Продолжение следует... Ставлю плюс – хорошее развитие сети магазинов в микрорайоне от маленьких до больших супермаркетов с пара и семья. В районе, кроме многоэтажных домов, есть частный сектор – одна и двухэтажные постройки со своей территории. Ставлю минус – не везде есть скрытые остановки. Для верующих в районе имеется свой храм. Из достопримечательностей можно отметить мемориальный комплекс бессмертным героям. Дополнительное образование – детская школа искусств. Имеется различное отделение. Ставлю плюс – в микрорайоне имеется станция «Лесное Новое». Электрички ходят на Балтийск. А также можно уехать на рельсобусе, минуя пробки на проспекте Победа в центр Калининграда. С советских времен имеется дворец культуры, но только в 2009 году он стал муниципальным автономным учреждением. Дворец работает для всех категорий населения – от детей до пенсионеров. ДК проводит мероприятия, тетрализованные представления, спектакли, концерты. Также можно посещать платные курсы, народные образцовые коллективы, кружки. Немного истории. Микрорайон имени Александра Космодемьянского до 1946 года – Менгентен. Первое упоминание о деревушке относится к 1278 году, тогда не жили пруссы. В 1438 году Менгентен стал владением влиятельного к русскому семейству – роидеров. В 1910 году была построена железная дорога. Вокруг нее вырос поселок со старым названием. 16 ноября 1928 года Менгентен вошел в состав Кенигсберга. Он стал престижным пригородом. После войны Менгентен был переименован в Лесное. В октябре 1956 года поселок стал носить название Александра Космодемьянского. Ставлю минус транспортной доступности. Автобусы ходят Пятерка, Восьмерка, 32-й и 92-я маршрутка. Микрорайон находится в удалении от центра, плюс пробки в районе проспекта Победа. В микрорайоне имеется немало предприятий. Самое крупное – это Автотор. Основан в 1996 году, в 2008 году является одним из крупнейших предприятий по сборке автомобилей. На предприятии более 200 тысяч рабочих мест. В 2019 году по программе «Комфортная городская среда» ремонтируется и благоустраивается двор на улице Лужской. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok В микрорайоне есть два детских сада Один новый, 129-й, с бассейном Другой советской постройки, 128-й Оба находятся на улице Алданской На улице Алданской есть свой мини-рынок Есть своя поликлиника Недавно реконструировали часть озера Теперь тут зона отдыха для горожан Проводят праздники, отдыхают с детьми Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Конец улицы Алданской Когда-то это была окраина, поле и лес Теперь тут выросли дома Живой комплекс Алданские сосны Павтотор строит уникальный спортивный комплекс Он объединит под одной крышей футбольное поле Бассейн олимпийского класса И многое другое для занятия разными видами спорта Субтитры создавал DimaTorzok Я надеюсь, фильм вам был полезен Подписывайтесь